Поиск владельца здания по адресу Восточная, 15 продолжается. Сейчас, после конкурсного управляющего, оно находится в ведении Росимущества. В муниципалитет пока не передано, и когда передастся, неизвестно. А жильцы – заложники ситуации. Даже элементарную справку с места жительства получить для них дело практически нереальное. Справку, которая нужна во все инстанции для получения какого-то даже элементарного детского питания, на рождение ребенка, на ежемесячное пособие никто не дает. Обращалась на основании этой справки, выданной начальником ОФМС, в прокуратуру. Прокуратура посмотрела неделю, походила по всем инстанциям, в соцзащиту зашла. Да, действительно, эта справка нужна. Написали ответ – обращайтесь в Екатеринбург в Росимущество. Нашли телефон. Телефон никто не берет. Отправили запрос в соцзащиту, никто не помогает. Поднялись выше главе администрации. Глава администрации вот так распахнула руками и говорит – ждите передачи. Никто ничем не может помочь. Пока суть до дела, в процессе передачи от одного временного владельца к другому были проданы первые этажи здания. Часть помещений действительно носили вспомогательный характер. То есть это были душевые, это была колясочная, которой люди пользовались. То есть, по крайней мере, проверка показала, что действительно этими помещениями пользовались. В ноябре 2011 года прокуратура начала проверку по факту реализации имущества. Выяснилось, что в августе и ноябре 2011 года конкурсный управляющий по результатам аукциона продал помещение на первом этаже двум гражданам. Договоры были заключены с нарушением требований законодательства. Учитывая, что были нарушены права, как Российская Федерация, в частности, и жители данного общежития, Верхнесландинским городским прокурором, в апреле 2012 года Верхнесландинский городской суд предъявлены два исковых заявления в интересах Российской Федерации о признании незаконными договоров купли-продажи данных нежилых помещений в общежитии. Решением Верхнесландинского городского суда в удовлетворении требований прокуратуры было отказано. Прокуратура с этим не согласилась и передала дело в суд апелляционной инстанции. Требования прокурора были удовлетворены, решение суда первой инстанции было отменено. Самое главное, что суд апелляционной инстанции все же признал факт, что действительно имеет место быть общежитие. И то, что первый этаж, несмотря на то, что права на него были отдельно зарегистрированы, он быть не мог реализованы, поскольку сам объект поступил неделимо в конкурсную массу. Дальнейшие какие-то с ним манипуляции уже, в принципе, никаким образом не влияли на правовый статус этих помещений. И удовлетворил признанные законами договора купли-продажи, обязал конкурсного управляющего Сычева вернуть. Денежные средства получены от граждан Топоркова-Хорякова, а граждан Топоркова-Хорякова обязал передать спорные помещения обратно конкурсному управляющему. В администрации комментировать ситуацию пока не стали. Со слов пресс-секретаря главы городского округа, председателя комитета по управлению имуществом, решение суда воочию еще не видел. А значит, ни о каких конкретных планах в отношении здания речи идти не может. Конечно, в муниципалитет общежитие примут, только когда неизвестно. А между тем время идет. Жильцы опасаются, что к моменту принятия общежития в собственность города они не смогут приватизировать свои квадратные метры. Срок приватизации ограничен мартом 2013 года. Уже сейчас серьезные проблемы возникают с устранением аварийных ситуаций. Вода хлистала у нас всю ночь, мы обратились в ЖКХ, помощи нам отказались. То есть, как бы там они пытались что-то сделать, но в основании того, что мы не переданы в муниципалитет, отказались. Мы получили отказ. То есть, сделали мы все опять своими силами. Напомним, что процесс поиска собственника и передачи был запущен около двух лет назад, когда жильцам начали за долги отключать свет. В этом году проблемы возникли с началом отопительного сезона. Какая организация и на каком основании должна обслуживать здание, у которого собственник толком не определен. Поскольку речь шла об уголовной ответственности, вопрос удалось решить. Проверки проводились касаемо теплоснабжения. Неоднократно, как и в средствах массовой информации, и граждане по телефону жаловали, что вроде отключали от тепла, что поставлять больше не будут. Проверка, которую начинали проводить, то есть, мы в Горожухаха, в принципе, они тепло подавали, теплом обеспечивали здание. То есть, как бы нарушение никаких в этой части выявлено не было. То есть, все до будущего вроде как бы обязались, что поставки, прекращать поставки тепла, они не будут. Кому верить, жители уже не знают. В настоящий момент они при всем желании даже не могут заплатить за коммунальные услуги. Просто не знают, кому. У нас не заключен на данный момент ни один договор. То есть, о чем мы и просим, о чем мы и пишем, чего мы и добиваемся. Никуда на данный момент мы не оплачиваем никаких денежных средств. То есть, людей подставляют под на счету, когда это все заключится, и где такие суммы брать людям, платить потом за коммунальные услуги. Это вообще тоже очень сложно. Больше всего они опасаются, что после передачи здания все долги за поставленные коммунальные услуги выставят разом за все время. Для большинства эта сумма может оказаться неподъемной. А пока надеются, кроме как на себя, жильцам не на кого. Поэтому они приняли решение ежемесячно собирать с каждой квартиры по 100 рублей, чтобы в случае аварии или еще каких-нибудь непредвиденных ситуаций не стать беспомощными заложниками обстоятельств. Субтитры создавал DimaTorzok